Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. В Малатии был найден протокол на армянском языке. ООН предсвала предотвратить в Итлибе худшую гуманитарную катастрофу 21 века после массовых убийств армянки Ликии. Ситуация в Сирии. Бывшего мэра Вана суд приговорил к 8 годам тюремного заключения. С сегодняшнего дня условно-военное положение в государстве стартует ШАН в 2018. Лиана Маркусян выдвинула свою кандидатуру в выборах Национального собрания Республики Западной Армении. Лиана Маркусян родилась в Баку по образованию юрист. После армянских погромов Баку, Сунгаита и Ганзака поняла, что это систематическое уничтожение армян. Хочет добиться признания законных прав своего народа. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. В Национальное собрание Республики Западная Армения парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Во время строительства парка Бейдаг в Малатии были обнаружены остатки Средневековья. В парке был обнаружен армянский протокол. Предполагается, что остатками являются камни церкви. Археологические работы проводятся в этом районе для того, чтобы узнать, какому столетию принадлежат остатки. И, согласно предварительной версии, они относятся к Средневековью. Заместитель директора музея Малатии отмечает, что в этом районе прекращены строительные работы. В настоящее время там работают археологи. Согласно предварительной версии, находки относятся к Средневековью, а также обнаружены армянские надписи на территории парка. Вот почему они склонны думать, что находки – это камни именно церкви, отметил он. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал найти решение проблемы в сирийской провинции Идлиб таким образом, чтобы предотвратить ее превращение в самую серьезную гуманитарную катастрофу современности. Об этом сообщило в понедельник агентство АФП. Должны быть такие пути решения проблемы, чтобы в течение следующих нескольких месяцев Идлиб не превратился в худшую гуманитарную катастрофу 21 века с самыми многочисленными человеческими жертвами, сказал Лоукок. Идлиб – единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона ДС-локации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. Участники состоявшегося 7 сентября в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в Идлибе. В декларации, принятой по итогам переговоров президента Ирана Хасана Роухани, главы российского государства Владимир Путин и турецкого коллеги Раджеба Таипа Эрдогана высказаны намерению трех стран продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов и стабилизации ситуации в Сирии. Как подчеркнул на итоговой пресс-конференции российский лидер, изгнание боевиков из Идлибы является главной задачей на данном этапе. Курдские бойцы отрядов народной самообороны организовали засаду на банд-группировки Сирийской свободной армии, поддерживаемой Турцией в городе Дейр-Суан, находящемся на северо-востоке кантона Африн в нескольких километрах от турецкой границы. В настоящее время отряды действуют в регионе в рамках операции «Гнев оливок», цель которой – нанести как можно больший урон силам Анкары и ее союзникам, захватившим данный регион на северо-западе провинции Алеппо весной текущего года. Согласно сведениям информагентства «Евротестпост», конвой техники сирийских демократических сил подвергся неожиданному нападению спящих ячеек исламского государства на шоссе рядом с населенным пунктом Дибан, который располагается параллельно Меедину на противоположном берегу Ефрата к югу от Дейр-Эзора. Таким образом, высокая активность террористов в районах за Ефратом в очередной раз указывает на то, что курды до сих пор не контролируют восток провинции Дейр-Эзор. Несмотря на 9 месяцев операции на этом направлении и регулярно воздушную поддержку ВВС Соединенных Штатов, По информации военных источников Fars News, волонтеры псевдогуманитарной организации «Белые каски» уже ведут плотную работу по созданию новых фейковых фото и видеоматериалов, нужных Западу для осуществления очередной провокации с химическим оружием. Предполагается, что белокасочники намерены продолжить волну фейков, посвященных якобы имевшим место разрушениям и мирным жертвам в результате точечных ударов ВКС РФ по объектам Джебхат Ан-Нусры и ее союзников. Турецкий суд приговорил бывшего мэра Вана и еще ряд курдских деятелей к тюремному заключению сроком от 6 до 9 лет. Как сообщает турецкий сайт Ahval News, адвокаты бывшего мэра Вана Бекира Кая потребовали оправдания своего подзащитного, однако было принято решение о лишении его свободы на 8 лет и 9 месяцев. Бывший городоначальник обвиняется в членстве в террористической структуре. Напомним, что несколько лет назад Кая, будучи мэром Вана, посетил Армению. Сегодняшнего дня до 14 сентября государство будет приведено в условно-военное положение. Стартует военное учение ШАНТ-2018. Помощник вице-премьера Республики Армении Микайл Найапетян написал об этом на своей странице в Фейсбуке. По сценарию неожиданными ситуациями проверяются способности и навыки всех государственных структур в случае приведения всей страны в условно-военное положение. Один из самых важных эпизодов – испытание нового медиаресурса Единого информационного центра. По этому ресурсу можете следить за военными учениями, а в дальнейшем, если будут такие случаи, то и за реальными чрезвычайными ситуациями. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Лачи-Манан» в исполнении этнического ансамбля «Адвок». «Лачи-Манан» в исполнении этнического ансамбля «Адвок» «Лачи-Манан» в исполнении этнического ансамбля «Адвок» «Лачи-Манан» в исполнении этнического ансамбля «Адвок» Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok